Сталь производится из железной руды или из металлического лома. В данном случае утилизируется лом. При помощи электромагнита весом в 10 тонн собираются остывы разбитых машин, электроприборы, консервные банки и другие металлические предметы. Этот мощный магнит способен поднять 5 тонн металла. Около 80% лома превратится в стальные блоки. Этот металл сваливается в контейнер, который сам по себе весит 32 тонны. Здесь могут поместиться целых 60 тонн металла, которые затем расплавят. В этой печи температура достигает 1650 градусов. Этого достаточно, чтобы расплавить все, что угодно. Печь нагревается тремя электродами и четырьмя газовыми горелками. Содержимое контейнера загружается в печь. Куски металла соединяются с расплавленной сталью, а вентиляционная система отводит образующийся дым. При таком интенсивном нагревании 60 тонн металла расплавится примерно за час. В этой смеси содержатся примеси, которые всплывают на поверхность, когда металл расплавляется. На этом этапе рабочий берет пробу стали, чтобы определить ее химический состав. Затем в расплавленную сталь добавляется кислород, который снижает содержание углерода, гомогенизируя смесь и ускоряя процесс. Под печь помещают ковш. Расплавленную сталь нужно переместить из печи в этот ковш. Она легко переливается в ковш. Ковш весит 55 тонн и вмещает 115 тонн расплавленной стали. Кран, рассчитанный на 180 тонн, поднимает свой груз. Вводятся добавки, чтобы добиться нужного качества стали. Электроды убираются из ковша. Рабочие открывают разливные отверстия распределителя. Расплавленная сталь разливается по формам. Она быстро охлаждается и начинает затвердевать. Стальные заготовки имеют разную длину от 4 до 10,5 метров. Заготовки обрезаются до нужной длины газовым резцом. Номер, обозначающий плавку, отмечается восковым карандашом. Теперь нужно прокатать заготовки. Перед началом прокатки заготовки помещают в печь на 2 часа и снова нагревают их при температуре 1095 градусов. Эжектор, из которого выходят заготовки, охлаждается водой. Затем заготовки помещают на правильную машину, где их спрессовывают мощные валы. Во время этой операции заготовки приобретают нужную форму и размер. Охлаждаемые водой валы сплющивают заготовки. Некоторые утончаются с 12 сантиметров до 14 миллиметров, тогда как другие с 15 сантиметров до 19 миллиметров. В конце процесса бруски двигаются со скоростью до 35 километров в час. Когда они достигают нужных размеров, их охлаждают. Этот холодильник охлаждает стальные бруски равномерно. В целом на этом заводе производится около 400 тысяч тонн стальных брусков в год.